Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США ЧМ 2. В 90-е годы прошлого века руководство КНР взяло курс на кардинальную модернизацию вооруженных сил Первую очередь это коснулось войск ПВО и ВВС, которые наряду со стратегическими силами ядерного сдерживания играют наибольшую роль в обеспечении обороноспособности государства и наиболее полно отражают уровень развития научно-технического и производственно-технологического потенциала После нормализации отношений между нашими странами Китай стал крупнейшим покупателем российских боевых самолетов и противовоздушных систем большой дальности Но для эффективного руководства действиями истребителями зенитно-ракетными системами требовались не только современные наземные радиолокаторы сопряженные с автоматизированными пунктами управления и обмена информацией, но и летающие радары, совмещающие функции воздушных командных центров самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления В Советском Союзе самолеты Дрла на базе авиалайнера Ту-114 появились еще в 60-е годы Но в КНР попытка создания летающего радара на базе дальнего бомбардировщика Ту-4 закончилась неудачей И машин такого класса до начала 21 века в ВВС Ноак не было В конце 80-х в СССР специально для иностранных заказчиков была создана экспортная модификация самолета Дрла А-50Т с упрощенным радиотехническим комплексом и без аппаратуры ЗАС Однако китайские специалисты, ознакомившись с радиотехническим комплексом этой машины, построенным на не самой новой элементной базе, сочли, что более рациональным будет использовать базовую платформу ИЛ-76ТД, совместив ее с более современной аппаратурой израильского производства После достаточно длительных консультаций, в 1997 году был заключен трехсторонний контракт на создание авиационного комплекса дальнего обнаружения, получившего предварительное обозначение А-50И Подрядчиками выступали израильская фирма «Элта» и российский танк «ИМ» Геембериева Российская сторона обязалась подготовить для переоборудования серийный А-50, а израильтяне должны были установить на него РЛС-205 Комплекс обработки данных и связное оборудование В отличие от советского самолета ДРЛА-50, антенна израильского радиолокатора L-N-205 должна была размещаться в неподвижном дискообразном обтекателе диаметром 11,5 метра, больше, чем у А-50, с тремя фар, образующими равнобедренный треугольник Согласно озвученным производителям характеристикам, израильский радар дециметрового диапазона 1,2-1,4 в ГГЦ В сочетании с высокопроизводительными вычислительными средствами и специальными устройствами подавления шумов должен был обеспечить возможность обнаружения трудных маловысотных воздушных целей, крылатых ракет и самолетов, разработанные с использованием технологии малой радиолокационной заметности Кроме того, китайский самолет ДРЛА предполагалось оснастить современной аппаратурой радиотехнической разведки, что давало возможность вести наблюдения за наземными и корабельными радиолокаторами и осуществлять прослушивание радиопереговоров Стоимость одного самолета ИЛ-76 ТД с израильским РТК составляла 250 миллионов долларов всего ВВС Ноак намеревались заказать четыре самолета ДРЛА-У Практическая реализация совместного контракта началась в 1999 году, когда А-50 из состава ВВС России с бортовым номером 44, после демонтажа советского радиотехнического комплекса и капитального ремонта вылетел в Израиль Согласно графику, первый самолет ДРЛА с израильским радаром, станцией радиотехнической разведки и связным оборудованием должен был быть передан китайской стороне в конце 2000 года Но уже в ходе реализации программы в дело вмешались американцы, и уже при высокой технической готовности комплекса летом 2000 года израильская сторона объявила об одностороннем выходе из проекта Что помимо чувствительных финансовых потерь отрицательно сказалось на репутации Израиля как надежного поставщика вооружений, а уже готовый для переоборудования самолет был возвращен в Китай После отказа Израиля от совместного создания на базе Ил-76 ТД самолетов ДРЛА китайские специалисты продолжили проект самостоятельно Судя по всему, в КНР все же попали какие-то материалы по израильскому радару, так как китайский радиолокационный комплекс самолета, получившего наименование KJ-2000, Кундзин Небесное Око, во многом повторял вариант, предложенный израильскими проектировщиками Как и планировалось, самолет получил РЛС Сафар в невращающемся дискообразном обтекателе Обтекатель антенны РЛС китайского самолета ДРЛА KJ-2000 Внутри обтекателя имеется три антенных модуля Каждый модуль дает возможность просматривать пространство в секторе 120 градусов Благодаря электронному сканированию луча радар способен осуществлять круговой обзор Охлаждение излучающих элементов радара происходит набегающим потоком воздуха через специальные каналы Согласно информации, озвученной китайскими СМИ, радиолокатор, созданный в Нанкинском НИИ номер 14, способен обнаруживать цели на дальности более 400 километров и одновременно сопровождать до 100 воздушных и надводных объектов Сообщается, что самолет ДРЛА может быть также использован для фиксации пусков баллистических ракет и вычисления их траектории полета Так, в ходе испытаний удалось осуществить своевременное обнаружение баллистической ракеты, стартовавшей на удалении 1200 километров KJ-2000 Как и на российском А-50, на китайском KJ-2000 в верхней, передней части и фюзеляже за кабиной пилотов имеется антенна спутниковой связи Достоверной информации о возможностях взаимодействия связной аппаратуры китайского самолета ДРЛА на базе Ил-76МД с наземными средствами ПВО и перехватчиками нет Но в китайских источниках утверждается, что один KJ-2000 способен управлять действиями нескольких десятков боевых самолетов Рабочие места операторов оборудованы цветными жидкокристаллическими дисплеями А построение трасс воздушных целей происходит в автоматическом режиме и с использованием высокопроизводительных вычислительных средств Рабочая высота патрулирования составляет 5000-10000 метров Максимальная дальность полета 5000 километров На расстоянии 2000 километров от своего аэродрома самолет может оставаться на патрулировании в течение 1 часа 25 минут Максимальная продолжительность полета не более 8 часов В отличие от советского А-50 на KJ-2000 изначально не была предусмотрена система дозаправки в воздухе, что при достаточно высоком удельном расходе топлива существенно ограничивает время патрулирования Всего для ВВС Наак было построено 4 тяжелых самолета Дрла и У на платформе Ил-76ТД В прошлом они часто принимали участие в крупных учениях, и на постоянной основе базировались в восточной провинции Чиньцзян вблизи Тайваньского пролива В данный момент имевшиеся KJ-2000 уже выведены из боевого состава ВВС Наак Си Снимок Гоггел Эрф Самолет Дрла KJ-2000 в мемориальном комплексе заводского аэродрома Сиань Судя по спутниковым снимкам заводского аэродрома Сиань в провинции Шиньси, специализирующегося помимо прочего на тестировании, доводке и ремонте самолетов Дрла 1 KJ-2000 установлен на вечной стоянке вместе с другими образцами авиатехники, строительство которых велось в разное время на предприятиях Сианьской авиационно-промышленной корпорации С оставшихся трех самолетов Дрла, построенных на базе Ил-76ТД, демонтировано радиолокационное оборудование, и эти машины могут использоваться в качестве транспортных и летающих лабораторий Еще в 2013 году в СМИ просочилась информация, что в КНР ведутся работы по новому тяжелому самолету Дрла на базе нового тяжелого военно-транспортного самолета Y-20 Эту машину часто сравнивают с американским Boeing C-17 Globemaster 3 Перспективный самолет Дрла и он на платформе Y-20 получил обозначение KJ-3000 Как далеко продвинулась эта программа, неизвестно Скрыть столь крупный самолет с обтекателем РЛС от средств космической разведки нереально, и судя по всему его испытания еще не начались В то же время на заводском аэродроме Сиане уже сейчас скопилось более десятка транспортников Y-20, и часть их вполне может использоваться для создания новых самолетов Дрла Си Снимок Ан-12 завершилась в 70-е годы В Китае выпуск модернизированных версий этой весьма удачной машины продолжается до сих пор Китайскими инженерами разработаны современные модификации с удлиненным грузовым отсеком и экономичными двигателями, которые вполне удовлетворяют современным требованиям, а по уровню топливной эффективности серьезно превосходят транспортные самолеты с турбореактивными двигателями Прототип самолета Дрла Кэй-Джэй-Двести Прототип турбовинтового самолета Дрла, получивший обозначение Кэй-Джэй-Двести Впервые поднялся в воздух 8 ноября 2001 года Антенна радиолокатора Сафар имеет бревнообразную форму, напоминая увеличенную в размерах антенну шведской РЛС-РЛС-Эроксен-ПиЭс-890 В передней части обтекателя РЛС расположен воздухозаборник для охлаждения излучающих элементов набегающим потоком воздуха Первый построенный самолет Дрла на базе Y-8-200 фактически являлся летающей лабораторией, предназначенной для отработки радиолокационного комплекса, и не оснащался всем необходимым набором средств в связи отображения информации Серийные Кэй-Джэй-Двести должны были строиться на базе более совершенной военно-транспортной модификации Y-8-F-600 На этой модели установили более мощные и экономичные двигатели Pratt-Амперсант Whitney Canada PW-150B С шестилопасными винтами, стеклянную кабину пилотов и дополнительные топливные баки В 2005 году начались испытания второго предсерийного экземпляра Процесс доводки радиолокационного и связного оборудования самолета шел очень высокими темпами Пока 3 июня 2006 года прототип не разбился, врезавшись в гору неподалеку от деревни Яой в провинции Аньхай В катастрофе погибли высокопоставленные офицеры ВВС НААК и видные конструкторы Эта катастрофа, унесшая жизни 40 человек, стала крупнейшей по числу жертв в новейшей истории ВВС НААК и серьезно затормозила испытания самолета KJ-200 Согласно официальной версии, опубликованной после дешифровки черных ящиков, причиной потери управляемости самолета стало несовершенство антиобледенительной системы На следующих серийных самолетах KJ-200 помимо изменений, внесенных в оборудование по борьбе с обледенением, была увеличена площадь хвостового оперения Серийный самолет Дрла KJ-200 Официальное принятие KJ-200 на вооружение состоялось в 2009 году, уже после постройки четырех самолетов Дрла Самолет KJ-200 с максимальной взлетной массой около 65Т при заправке 25Т авиационного топлива может находиться в воздухе 10 часов и покрыть расстояние 5000 километров Максимальная скорость полета 620 километров в час, скорость патрулирования 500 километров в час, потолок 10200 метров Экипаж состоит из четырех человек летного состава, еще шесть человек заняты обслуживанием радиотехнического комплекса По сравнению с самолетами Дрла на базе САП-340 и САП-2000, на которых также размещаются радиолокаторы с бревнообразной антенной Планер Y-8F-600 предоставляет большие площади для установки радиоэлектронного оборудования, операторских консолей и мест отдыха персонала Согласно опубликованной в китайских источниках информации, радар, установленный на KJ-200, способен обнаруживать воздушные цели на дальности более 300 километров Данные по воздушной обстановке, после обработки по радиоканалу передаются потребителям в лице КППВО и пунктов управления истребительной авиацией Считается, что 1 KJ-200 способен одновременно наводить на цель до 15 перехватчиков Снимок Самолеты Дрла 200 и 2000 на стоянке авиабазы под Пекином Снимок сделан в 2009 году На крупных учениях сил ПВО, прошедших в августе 2009 года на северо-востоке Китая, самолеты KJ-200 и KJ-2000 тестировались на способность управлять действиями боевой авиации и зенитно-ракетными системами Учения выявили как сильные, так и слабые стороны имевшихся на тот момент в ВВС Ноак воздушных радарных постов Вполне предсказуемо KJ-2000 с более мощным радаром и способный патрулировать на большей высоте обнаруживал высотные воздушные цели на дальности примерно на 30% больше, чем радиотехнический комплекс турбовинтового KJ-200 В то же время тактический самолет Дрла KJ-200 оказался лучше приспособлен для ведения рутинных патрульных полетов Его более экономичные двигатели позволяли дольше висеть в воздухе, а сам он оказался гораздо более дешевым в эксплуатации и требовал меньшего времени для подготовки к повторному вылету Одним из основных недостатков KJ-200, по мнению экспертов, является ограниченное число каналов связи, по которым идет обмен информацией с наземными командными пунктами и перехватчиками, находящимися в воздухе Кроме того, конструктивными особенностями бревнообразной антенны Сафар является наличие мертвых зон Так как угол обзора радиолокатора по каждому борту составляет 150 градусов, в носовой и хвостовой частях самолета имеются непросматриваемые области Это вынуждает постоянно летать овалом или восьмеркой Но при резком изменении курса самолетом ДРЛА, или активном маневрировании цели в горизонтальной плоскости, имеется вероятность, что произойдет срыв сопровождения С учетом диаграмм направленности антенны, оптимальным является одновременное использование двух самолетов KJ-200, которые дублируют друг друга во время совершения разворотов Несмотря на указанные недостатки, командование ВВС Ноак заказало дополнительную партию самолетов ДРЛА KJ-200 В данный момент в строе находятся 10 машин этого типа Согласно данным американского военного ведомства KJ-200 активно привлекаются к патрульным полетам на северо-востоке КНР над спорными островами В феврале 2017 года пилоты американского базового патрульного самолета P-3С Orion заявили об опасном сближении S-KJ-200 над Южно-Китайским морем За годы, прошедшие с момента принятия на вооружение самолета ДРЛА KJ-200, китайские военные успели оценить все достоинства и особенности этой машины Накопленный опыт эксплуатации позволил сформировать понимание того, каким должен быть современный самолет радиолокационного дозора и управления тактического звена и приступить к созданию более совершенных машин такого класса Согласно взглядам командования ВВС Ноак, самолет ДРЛА, созданный на платформе среднего турбовинтового военно-транспортного самолета при умеренных эксплуатационных расходах должен иметь возможность действовать в течение длительного времени на значительном удалении от своей базы При этом обязательным условием является оснащение его радаром кругового обзора системой дозаправки топливом в воздухе и широким набором средств радиотехнической разведки и постановки помех Все эти требования учитывались при создании самолета ДРЛА К.J. 500, представленного широкой публике в 2014 году Как и К.J. 200, тактический К.J. 500 построен на базе военно-транспортного 8F-600 Основными внешними отличиями являются круглая тарелка РЛС, наличие в хвостовой части аэродинамического гребня для компенсации потери путевой остойчивости и плоские антенны станции радиотехнической разведки Самолет ДРЛА К.J. 500 Фактически при создании К.J. 500 были использованы наиболее удачные решения, отработанные ранее на самолетах К.J. 2000 и К.J. 200, а также учтены недостатки этих машин От К.J. 2000 заимствован принцип расположения антенной радиолокатора, а эксплуатация К.J. 200 позволила отработать наиболее оптимальную компоновку среднего самолета ДРЛА и тактику применения Большим успехом в КНР считают создание и запуск в серийное производство радиотехнического комплекса, основой которого является трехкоординатный РЛС Сафар, обеспечивающий электронное сканирование по высоте и азимуту При этом сектор просмотра каждой из трех плоских антенных решеток, состыкованных в форме равнобедренного треугольника, составляет не менее 140 градусов Таким образом, они взаимно перекрывают соседние сектора и обеспечивают круговой обзор Надо сказать, что китайские специалисты рассматривали вариант с классической вращающейся антенной радиолокатора, расположенной в тарелкообразном обтекателе Самолет ДРЛА такой компоновки был успешно испытан и серийно строится для Пакистана под обозначением Самолет ДРЛА В настоящее время серийное производство KJ-500 ведется на авиазаводе в Чинду, провинции Ашинси Судя по спутниковым снимкам, темпы строительства самолетов KJ-500 весьма высоки На данный момент заказчику сдано более 10 машин Снимок Стоянка заводского аэродрома в Чинду Реальные характеристики KJ-500 неизвестны, но можно предположить, что его летные данные находятся на уровне KJ-200 По информации, представленной Global Security Дальность обнаружения РЛС Сафар может достигать 500 километров, а число одновременно сопровождаемых целей по сравнению с KJ-200 увеличено в три раза Миниатюризация радиоэлементной базы и успехи китайских разработчиков в области создания компактных высокопроизводительных вычислительных комплексов позволили оснастить KJ-500 весьма совершенной бортовой аппаратурой Ряд западных экспертов пишет, что по дальности, помеха защищенности и количеству каналов связи KJ-500 может быть близок, или даже превосходить американские палубные самолеты Е-2 Hawkeye Последних модификаций Но в то же время китайский самолет значительно крупнее и тяжелее, чем усовершенствованный Hawkeye, что позволяет ему нести дополнительные станции радиотехнической разведки и дольше находиться на боевом дежурстве Хотя в КНР ведется разработка тяжелого стратегического самолета KJ-3000 китайские военные сделали ставку на тактический KJ-500, созданный на относительно недорогой платформе Y-8F-600 с экономичными турбовентовыми двигателями Такой подход дает возможность быстро насытить войска самолета Мидрла, отодвинуть рубежи обнаружения воздушных целей и повысить эффективность управления силами противовоздушной обороны Уже сейчас по количеству дееспособных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, Китай превосходит нашу страну Согласно открытым источникам, в 2018 году в составе ВКС РФ имелось 5 модернизированных А-50 и 14 А-50, построенных в советское время При этом следует понимать, что большая часть старых А-50 близка к выработке ресурса, сейчас является недвижимостью и модернизирована не будет Кроме того, критики программы А-50 отмечают, что при создании обновленного радиотехнического комплекса оказалась недопустима велика доля комплектующих иностранного производства Что в условиях введения санкционного режима против нашей страны может сильно затормозить процесс модернизации В данный момент в ВВС НААК численность 200 и 500 приближается к двум десяткам, ибо готовность этих самолетов весьма высока Учитывая темпы строительства самолетов 500, можно предположить, что через 5 лет их количество удвоится В то же время число тяжелых 3000 на платформе тяжелого транспортника 20 вряд ли превысит 5 единиц Совершенно очевидно, что китайское военное руководство, имея достаточные финансовые ресурсы, все же проявило прагматизм и сделало ставку не на уникальные по своим характеристикам Но крайне дорогостоящие тяжелые самолеты Дрлайу, советский А-50 стоил примерно в двух раза дороже, чем стратегический бомбардировщик Ту-160, а на более дешевые массовые средние воздушные комплексы радиолокационного дозора и управления После отказа Израиля сотрудничать в деле создания совместного радиотехнического комплекса для самолета А-50 и руководство КНР поставило перед разработчиками задачу локализации производства всех компонентов электронного оборудования самолетов Дрлов КНР В 2014 году было заявлено, что эта задача выполнена На новых китайских самолетах Дрлов в вычислительных системах применены компьютеры и программное обеспечение, разработанные и произведенные в Китае Для унификации и упрощения взаимодействия на разных типах самолетов используются единые коммуникационные и информационные системы Такой подход позволяет избавиться от иностранной зависимости, удешевить производство, облегчить обслуживание и повысить информационную безопасность В начале 2017 года в сети появились не слишком качественные фотографии китайского палубного самолета Дрла KJ-600 На основании которых был реконструирован его внешний вид Предполагаемый внешний вид палубного самолета Дрла KJ-600 Ранее в КНР была замечена летающая лаборатория JZ-01 на базе транспортного Y-7, копия Ан-26 Этот летающий стенд предназначался для отработки радиотехнического комплекса и конструктивных решений, которые в дальнейшем планировалось использовать при создании палубного самолета Дрла Всего было построено два опытных экземпляра Если первый опытный экземпляр кроме антенной радиолокатора не имел видимых отличий от самолета Y-7, то на второй опытной машине хвостовое оперение по своей конфигурации напоминает американский Хакай В данный момент этот самолет находится на стоянке заводского аэродрома Сиань Снимок Экспериментальный самолет Дрла JZY-01 на заводском аэродроме Сиань Неизвестно насколько далеко китайские конструкторы продвинулись в деле создания палубного самолета радиолокационного дозора Но на палубе бетонной копии авианосца в окрестностях города Ухань макет такой машины уже появился Си Снимок Гоггелэр Бетонная копия авианосца в окрестностях города Ухань Согласно данным, озвученным в КНР, максимальная взлетная масса самолета KJ-600 не превысит 25Т Его максимальная скорость может достигать 700 км в час, а скорость во время патрулирования 350-400 км в час Практическая дальность полета KJ-600 около 2500 км, что даст возможность вести боевое дежурство на расстоянии 500 км от точки взлета на протяжении примерно 2,2,5 часов Неизвестно, когда самолет ДРЛА KJ-600 реально поступит в строевые эскадрильи Но на Западе считают, что эта машина будет способна базироваться не только на китайских авианосцах Но и может быть принята на вооружение ВВС НААК Самолет радиолокационного дозора с укороченным взлетом и посадкой способен действовать с полевых аэродромов в интересах тактической авиации и фронтовых средств ПВО В данный момент обязанности воздушного радиолокационного пикета на китайском авианосцелеонин возложены на вертолеты ДРЛА Z-18 Вертолет Z-18 является вариантом дальнейшего развития Z-8, который в свою очередь представляет собой лицензионную копию тяжелого транспортного вертолета Z-321 Антенна радиолокатора расположена в зоне откидной хвостовой рамы и опускается в рабочее положение при нахождении машины в воздухе Дальность обнаружения воздушных целей составляет 250-270 километров Вертолет радиолокационного дозора Z-18 Еще одним направлением, развиваемым в КНР, является создание тяжелых беспилотников ДРЛА В 2012 году в Чинду в воздух поднялся БПЛА Парящий дракон Хотя в Китае этот беспилотник сравнивают с американским АКЮ Четыре Глобал Хок Парящий дракон по дальности и продолжительности полета уступает американскому тяжелому БПЛА Прототип БПЛА БПЛА КСЯНГЛА Оснащен крылом оригинальной формы, которая сочетает замкнутое крыло обычной и обратной стреловидности Крыло представляет собой две плоскости, расположенные друг над другом и соединенные между собой загнутыми кольцами Такая форма крыла имеет большую подъемную силу и позволяет значительно снизить расход топлива и увеличить продолжительность полета При взлетном весе около 7500 килограммов Китайский аппарат способен подняться на высоту 18300 метров и покрыть расстояние более 7000 километров Максимальная скорость 750 километров в час Сообщается, что основным элементом полезной нагрузки станет РЛС с активной фазированной решеткой конформного типа Кроме того, беспилотный летательный аппарат может быть использован для ретрансляции информации с наземных, корабельных и воздушных радиолокаторов В 2015 году в сети появилась информация, что в Шиньяне начались испытания БПЛА Божественный орел По сравнению с парящим драконом, это гораздо более крупный и тяжелый аппарат Прототип имел спаренный корпус с одним турбореактивным двигателем посередине и двумя клями Прототип БПЛА Девайн Иго Такая схема выбрана с целью увеличения грузоподъемности В китайских СМИ пишут, что на внешних поверхностях Божественного орла размещены 7 антенна фар Передача радиолокационной информации должна происходить в реальном режиме времени по радиорелейным и спутниковым каналам связи СИ Снимок Гоггл Эрф Прототип БПЛА Девайн Иго На заводском аэродроме Шиньян Об реальных размерах беспилотника можно судить по стоящим неподалеку истребителях Чей Семи Чей Восемь Исходя из имеющихся фотоснимков, длина БПЛА может составлять от 14 до 17 метров, а размах крыла 40-45 метров Максимальная скорость полета около 800 километров в час, потолок 25 километров Взлетная масса 15-18 т В настоящее время это самый крупный китайский беспилотник, а его размерах можно судить по спутниковым снимкам СИ Снимок Гоггл Эрф Тяжелый БПЛА на авиабазе Аншунь Неизвестно какие боевые задачи тяжелые китайские БПЛА способны выполнять в данный момент Но судя по всему, упомянутые в данной публикации беспилотники уже строятся серийно и находятся в эксплуатации Тяжелая беспилотная эскадрилья ВВС «НОАК» развернута на авиабазе Аншунь в провинции Гучжоу Здесь же находится центр управления БПЛА с ретрансляторами спутниковой связи В данный момент Китай очень хорошо продвинулся в области создания тяжелых беспилотных летательных аппаратов, и в этом отношении занимает одну из лидирующих позиций в мире По всей видимости, БПЛА дальнего радиолокационного дозора в КНР планируют использовать в ходе длительных патрульных полетов над океаном и там, где имеется большой риск потери пилотируемого самолета ДРЛА В то же время в случае столкновения с технологически развитым противником бесперебойная передача широкополосных цифровых потоков по весьма уязвимым высокочастотным каналам будет проблематично, а сам беспилотник может быть легко сбит истребителями противника Продолжение следует По материалам Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...